Солнышко Отряд надежды существует уже 40 лет. И все эти годы, по словам бессменного руководителя отряда Ефима Штейнберга, девизом надежды номер один было нести добро и радость людям. Нам очень важно научить ребят, дать возможность обрести опыт человеческого понимания других людей, проблем других людей. А главное научить ребят как-то откликаться на боль и радость другого человека. Живем мы вместе. Как это делается? Бывает, выходит в новую шурму на трудовой десант весь коллектив лагеря. Всего 170 человек. Городских к тяжелой работе неприученных. В лагере надежды всегда в трудовой десант привычно три орудия труда. Топор, пила и колун. Ну самое, конечно, это пила и колун. Потому что колунов всегда колешь, пилой пилишь. И вот поэтому уже как друг родной. Говорят, в лагере надежды многие молодые люди становятся настоящими виртуозами. Колуна, пилы, топора и косы. Но не это главное. Ефим Штейнберг утверждает, что везет сюда детей за особым опытом. Опытом совместного переживания жизни взрослым и юным человеком. Одна говорит, я впервые землю вижу, я впервые землей копаюсь, занимаюсь. И мне нравится. Так вот все. В общем, немножко занимаемся воспитанием. Как я понимаю, тоже я вроде бы. Лагерь надежды проводится в различных уголках Московской области вот уже 25 лет. И каждый раз среди не членов отряда конкурс за право попасть сюда. В лагерь, где взрослые и дети действительно равноправны. Причем юные члены отряда к этому готовы. Ведь девиз надежды номер два – стать интересным, чтобы идти к людям. Для этого в отряде действуют часы ученичества во всех областях. От высокого искусства до искусства пришивания пуговицы. Слова «вожатый» в надежде нет. Вместо него еще в незапамятные пионерские времена ребята изобрели понятие «ориентир». В знак непохожести своего лагеря на все прочее. А молва о педагогической системе Ефима Штейнберга тем временем идет по всей Москве. Хотя говорить о самой системе сложно, потому что вся она не теория, а практика. И укладывается в очень простые слова. Но вот результат. Почти все ориентиры надежды – ее бывшие дети. За все годы существования отряд вырастил 32 супружеские пары. Повзрослев, многие воспитанники ведут сюда своих детей. Каждый хоть раз мечтает попасть из реальности в сказку. Пусть ненадолго, но в настоящую волшебную. Ребятам из «Римаша» вчера предоставился шанс почувствовать волшебство превращения, поскольку они действительно перенеслись в удивительный мир. Праздник в детворе устроили ребята из московского молодежного отряда «Надежда». И дети и взрослые «Римаша» знают нас. Мы сюда приезжаем то с концертами, то с цирковым представлением, то сегодня со сказкой. На какое-то время близлежащий «Римаша» лесок превратился в настоящий сказочный рай. Малыши сами принимали участие в красочном представлении, помогая волшебным гномам искать украденные колпаки. Через каждые 50 метров ребят поджидали герои самых разных сказок. Причем на каждом этапе для того, чтобы получить шапочку обратно, нужно было выполнить какое-нибудь задание. Начало представления положили бременские музыканты. Своим танцем они так раззадорили ребят, что дальше уже никто, даже родители, не сомневался в реальности всего происходящего. Баба-яга, лихо спустившаяся с дерева, тешила народ загадками. Из кустов выскочила банда соловья-разбойника, столько, что награбленной добычей. А сам соловей, грозно выседавший на дереве, предложил самым отважным зрителям пройти полосу препятствий. Затем, уже порядком подуставшие ребята, отправились на берег местной плотины, где их поджидал самый настоящий театр кукол Карабаса-Барабаса и старушка Тортилла. Повстречав на своем пути доктора Айболита со всеми подопечными, зрители отправились дальше. По сценарию, все встреченные герои шли дальше со зрителями, так что к последней сцене, стоянке троллей, подошла уже довольно большая толпа. Ну а здесь началось самое интересное. Темные силы в лице пауков, троллей и разной нечисти пытались всячески помешать добрым героям. Пришлось прибегнуть к помощи сказочных богатырей. Наконец, как, впрочем, и всегда бывает в сказках, добро восторжествовало. Гномов спасли, нечисть победили. Да и зрители, они же непосредственные участники, остались довольны. А что вам больше всего понравилось? Нам? Все. Славья. Какой из героев понравился больше? Баба-яга. Глядя на это представление, со сценическими костюмами, трюками и спецэффектами могло показаться, что оно готовилось не одну неделю. Однако отряд «Надежда» открыл нам свой маленький секрет. Мы вчера только вечером придумали сюжет, сообщили его всем. Сегодня за час разыграли все это дело. Еще за полчаса оделись и загримировались. И прямо приехали сюда. У нас ни одно дело не готовится долго. Вообще вот это все, это сказка. Это сказка не только для детей, которые приходят сюда, но и для нас. Каждый раз, когда мы участвуем в подобных вещах, сами становимся такими детьми и тоже начинаешь верить во все происходящее. Как тут можно не делать этого еще раз и еще раз? Эта красочная сказка и вправду перенесла всех в удивительный и волшебный мир детства. И пусть все закончилось. Актеры уехали домой, а впереди лишь ожидание осени. Сказка эта надолго останется в памяти людей, побывавших в ней однажды дождливым летним днем. Юлия Дементьева, Виктор Нагорный, Илья Турбин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова